Привет, милые зрители! В эфире Первого Городского, информационный канал «Город» в студии Роман Корнеев и прямо сейчас в выпуске новостей. Скорью пронесло, но в смысле заболевание не подтвердилось. В Ганино на остановке кто-то выбросил мертвую свинью. Кировчане воюют из-за собаки, почти 800 человек пострадали из-за гололеда, а в город пришла весна. Это субъективный взгляд на события этого дня, по моей версии. Как всегда, коротко и необычно. Поехали! Случай кории в 51-й школе не подтвердился. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Напомним, что на прошлой неделе родители рассказали, что детям ограничили посещение школы. Старшеклассника в тяжелом состоянии увезли в больницу. Однако, корию ребенка не подтвердилось. Был один случай, случай не подтвердился. Диагноз выставлен был под вопросом, и он не подтвердился. Зафиксированных случаев корей в области нет. В Роспотребнадзоре напоминают, что самая надежная защита от болезни – вакцинация. Ситуация по коре остается на контроле. А вот заболеваемость гриппом и ОРВИ продолжает расти. За прошедшую неделю в больницы обратились 9 тысяч человек. Болеют все возрастные группы от малышей до взрослых. Добавляет настороженности и показатель по ковиду. Сейчас больше болеет взрослое население. Специалисты Роспотребнадзора просят кировчан не терять бдительности и следить за своим здоровьем. Рядом с конечной остановкой в Ганино нашли мертвого поросенка. Тело животного кто-то привез или принес и оставил рядом с мусорными баками. Ну, видимо, таким образом хозяин решил избавиться от ставшей ненужной туши. На место выехали сотрудники ветеринарии. Они забрали тело свиньи на исследование. А вот в Кирове, в одном из дворов, обнаружили свалку. На улице Пролетарской из-за отсутствия баков люди оставляют мусор там, где придется. У шлагбаума, у подъезда, рядом с пешеходной дорожкой. Территория за торговым центром превратилась в помойку. Птицы растаскивают мусор в соседние дворы. Жильцы переживают, что скоро с домом заведутся крысы. А потом, чуть позже, еще и мертвые свиньи. Круглослодочный лай собаки доведет до суда. Между жильцами в доме на улице Карла Липкнихта разгорелся конфликт. В одной из квартир целыми днями лает собака. Пенсионерам из-за постоянного шума приходится пить успокоительное. А вот дети боятся выходить в подъезд. Обращения к участковому не помогают, потому что в полиции считают, что в этом нет никакого нарушения закона. В таком шуме жильцы 150-го дома на улице Карла Липкнихта живут постоянно. Лай его и собаки слышны на верхних этажах. Пенсионерка Елена Конева каждый день начинает с приема успокоительных. Но успокаивает, потому что я говорю, я нервничаю очень сильно. Вот посидите вот целый день. Женщина переехала в этот дом два года назад. С тех пор каждый день начинается сообщение соседу. Лай его собаки слышен и на улице, и даже в соседних домах. Я живу на пятом этаже, собака на втором этаже. Я сколько раз говорила ему, он позвонит в последний раз, жал с температурой, написала ему, заткните, пожалуйста, свою собаку. А он мне сказал, заткнитесь сами. Дети первого подъезда боятся проходить мимо квартиры. Мамам приходится провожать и встречать своих детей. Жильцы пытались поговорить с мужчиной. Так она же никому не мешает, он сказал. Много раз просили соседа успокоить своего питомца. Когда хозяин собаки дома, овчарка молчит. Тихо в доме, только по ночам. Вот давайте еще раз спрашиваю. Я какой-то закон не решаю. Да при чем тут закон? Честно, почему я сейчас говорю? Это закон, когда мы с соседями хотите жить. Жильцы переживают из-за того, в каких условиях живет собака. Люди ни разу не видели, чтобы с животным кто-то гулял. В подъезде рядом с квартирой запах фекалий. А у соседей снизу желтые потеки с потолка. Меня везде отсылают. Потом по правам животных звонила. Звоните в прокуратуру. Прокуратура в милицию. Милиция говорит, а что нам делать? Не ночью она лает. Пусть лает. Пока ее, пока она не сдохнет. А к ней гулять даже не выводят. Я вот ночью не сплю, бывает. Хоть бы гулять, я не знаю, куда она поражняться. Так жалко животное, жалко не их. Звониться до участкового жильцы сегодня не смогли. Им пообещали, что на следующей неделе к соседу приедет с проверкой администрация. Если выяснится, что животное страдает, люди готовы найти собаки нового хозяина. В поисках спокойной жизни люди готовы дойти до суда. Говорят, что это стерва, что это периодически. Я не знаю, соседу надо. Надежда Алюшина, Михаил Вагин, информационный канал «Город». Местный Минздрав через суд заставит помогать ребенку-инвалиду. В прокуратуру обратилась мама годовалого малыша. Для лечения врачи прописали ему дорогой препарат. Маме приходилось за свой счет покупать лекарства. В прокуратуре говорят, что Министерство здравоохранения, со своей стороны, в покупке дорогого лекарства, участвовало весьма неохотно. Прокуратура, защищая права ребенка, обратилась в суд. Он стал на сторону матери. С Минздрава теперь хотят заискать компенсацию понесенных расходов и причиненный моральный вред. Кировчан просят сообщать о нарушении прав детей-инвалидов. 27 марта в прокуратуре будет организована горячая линия на эту тему. Телефон 64 14 08. Центр травматологии продолжает работать в зимнем режиме. Каждый день к врачам обращаются кировчане, пострадавшие от гололедицы. С начала сезона в городе на льду пострадали 762 человека. Из-за сложных травм 138 пришлось госпитализировать. Поток пациентов не прекращается до сих пор. В городе проблема с содержанием тротуаров. Сегодня, например, рабочие только-только добрались до прогулочных мест. Расчищают набережную Грина, парк имени Гагарина, сквер 60-летия СССР и Александровский сад. Стараемся вскрывать все тротуары, чтобы они уже были в твердом основании, без льда. Погода нам не дает быстро делать. Приходится нам комбинировать, с утра убирать и подсыпать реагентами, чтобы он таял. Непонятно, что такого сложного в весне этого года увидели дорожники. Обычная погода, днем тепло, ночью небольшой минус. Но уже вторую неделю коммунальщики никак не могут поладить с гололедом на тротуарах. В мэрии пообещали выделить дополнительные рейсы в Слободу-Леваши. Сейчас 52-й автобус заезжает в Леваши всего три раза в день. Такой график не подходит школьникам и работающим жителям. Чиновники пообещали увеличить количество рейсов. Как часто должен курсировать автобус будут решать с жителями Левашей. Обратили внимание и на 90-й маршрут. Он часто приезжает в чистые пруды переполненным. На линию запустили два новых автобуса с большей вместительностью. Это должно, по мнению администрации, решить проблему переполненных маршруток. Кстати, сегодня день весеннего равноденствия. Это время, когда продолжительность дня и ночи практически одинакова во всем мире. После весеннего равноденствия официально начинается астрономическая весна. А значит, что мы с вами уверенным шагом приближаемся к теплу. То есть самое время задуматься о своем весеннем гардеробе. Жители Кирова-Чепецка могут посетить выставку продажу текстиля и трикотажа из стопроцентного хлопка от ведущих фабрик России, Узбекистана и Турции. На ней можно приобрести комплекты постельного белья высокого качества. Мужские и женские футболки, спортивные костюмы, джемперы и кофты от 42 до 72 размера. Детскую одежду, а также полотенца различных размеров как для кухни, так и для ванной. На выставке представлены чулочно-носочные изделия, в которых вашим ногам будет тепло и приятно. Выставка работает в ДК «Современник» с 21 по 25 марта. Адрес улица 60 лет Октября, дом 8А. В Киров пришла весна. В регион заходят теплые воздушные массы, а значит, в ближайшие дни будет тепло. Несмотря на большое количество осадков в марте, снег тает очень быстро. За неделю снежный покров в Кирове сократился аж на 9 сантиметров. Основную норму по осадкам март уже выполнил. Самым теплым днем этой рабочей недели станет пятница, 24 число. Днем воздух в этот день прогреется до плюс 9. Сроки окончания волны тепла пока неизвестны. Будем надеяться, что зима отступила. И вот на этом сегодня все. В студии был Роман Корнеев. И я напоминаю, какой город, такие новости. Пусть и город новости будут во. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин